всем привет добро пожаловать на мой канал alena nails в этом видео покажу вам коррекцию на вот этих ручках это новый клиент и сегодня я хочу продемонстрировать вам новые фрезы от crystal nails которые мне недавно пришли на обзор компания совсем недавно представила нам новую разработку это фрезы серии typhoon для nail мастеров первый в россии производитель фрез с уникальной нарезкой их разработка создана для желающих развивать свое мастерство и стремящихся к совершенству фреза typhoon подарит мастерам новые ощущения от работы и повысит уровень клиентского сервиса цените время сверхскоростная фреза обеспечит чистое и безопасное съятие материалов 2 и 8 раза быстрее по сравнению со стандартными фрезами риск пропилов сведен к минимуму настоящее время изготавливаются следующие формы форма катрин 1 ирма и хильда я сегодня вам покажу чуть позже работу фрез формы 1 и фрез формы хильда поэтому если вам интересно как же работают эти фрезы оставайтесь со мной до конца этого видео от себя хочу еще добавить что фрезы эти мне очень нравится я ими работаю задать достаточно давно и по качеству они очень хорошие нету вот этих вот неровных напылений на фрезе то есть все отлично всегда эти фрезы меня устраивали в работе поэтому если вы в поисках хороших фрез то ссылки на магазин и вы найдете в описании под этим видео слева две фрезы это фрезы уже с уникальной насечкой а справа были обычные фрезы я думаю разница заметна и вот такие вот фрезы в итоге хотела вам показать без упаковки сейчас буду вам демонстрировать как же они работают сейчас использую фрезу с черной насечкой форма фрезы хильда и здесь 6 миллиметров очень она резво снимает старый материал я люблю такие фрезы с которыми не нужно долго возиться они буквально там за полминутки все прекрасно снимают и форма кстати очень удобно этой фрезы можно даже изнутри кончик выпиливать достаточно легко подбирается даже если у клиента высокие боковые валики эта форма нова для меня ранее я фрез таких форм не пробовала но мне понравилось если вы работаете такой же фрезой такой же формой то напишите в комментариях нравится ли вам она вообще работаете ли вы фрезами от кристалл нравится они вам или нет очень будет интересно пообщаться на эту тему в комментариях и кстати еще забыла упомянуть что фрезы серии тайфун снимают покрытие быстрее чем фрезы с обычной насечкой и также они менее нагреваются чем обычные фрезы и я еще заметила что они идут намного плавнее то есть намного мягче ну в общем что тут говорить если фрезы специально изготавливались для мастеров маникюра они для стоматологических целей ну и сегодня хотела бы поделиться с вами ситуации которая со мной произошла сейчас я озвучиваю видео время четыре вечера и утром у меня была клиентка записано это была новая клиентка еще видела комментарии по поводу того почему у вас не так много новых клиентов девочки я блогер и я стараюсь не работать уже с постоянными клиентами так как для youtube канала это не совсем интересно так как все мои клиенты хорошо носят ногти и все у них всегда идеально и в принципе это не так интересно как новые клиенты с которыми например как модели да там есть что показать какие-то сложные случаи ну так вот взяла я новую клиентку на утро это было 9 утра и я ее ждала у себя в кабинете и если честно по телефону когда мы договаривались встречи я ничего странного не заметила за ней ну то есть человек как человек но когда уже она ко мне постучалась и зашла я поняла просто что она пришла ко мне в нетрезвом виде она была пьяна и это конечно же очень смешно с одной стороны а с другой стороны я не знала как себя повести и что мне вообще делать со мной такое впервые случалось ли у вас такое если да то как вы себя вели в дальнейшем выполняли вы маникюр на такой клиентке либо же отправляли ее домой выспаться ну в общем я изначально была ошарашена она присела ко мне на стул и состояние у нее было ну очень очень нетрезвое и я просто понимала что ну как бы маникюр здесь не выйдет сделать я ей сказала что вы извините но сегодня я вам не смогу сделать ногти давайте мы с вами перенесем запись и вы придете на другой день но клиентка начала немного скандалить говорит мне что она там ехала ко мне на такси так долго добиралась собиралась а я вот так вот ее отправляю но я и так прямо и сказала что вы сейчас находитесь не совсем в трезвом состоянии я вам маникюр просто делать не буду ну в общем уговорила меня клиентка начать ей делать маникюр сказал что я сейчас тут тихонечко посижу ничего не буду говорить ничего не буду делать начала я все это есть снимать и когда я уже доходила до снятия мизинчика на второй руке то я поняла что все таки дальше продолжать не буду я и все сняла спилила форму у нее были не длинные ногти для того чтобы они не цеплялись и все таки я с ней попрощалась отправила ее домой ну конечно же еще раз вряд ли она ко мне сама придет так как я надеюсь что ей будет стыдно ну и даже если она захочет записаться то я уже ее скорее всего не возьму почему я ей не доделала маникюр потому что она все время в одну в другую сторону вот так вот пересаживалась ну в общем это было нереально конечно же видео с этим моментом у меня к сожалению нет потому что я была настолько ошарашена что даже камеру не захотела включать ну а стоило там еще был очень интересный диалог ну в общем я не додумалась тот момент включить камеру в общем такая ситуация со мной сегодня произошла и сразу хочу сказать еще что это произошло не с этой клиенткой которую я вам сейчас показываю потому что часто такое бывает что я показываю маникюр на одном человеке рассказываю совсем о другом а вы пишите в комментариях что вот ты еще там ногти сделала такие красивые она вот так вот с тобой нет в данный момент я рассказываю совсем о другом человеке не о том руки которого вы сейчас видите поэтому пишите в комментариях и повторюсь какие похожие случаи были у вас и интересно как вы реагировали возможно что-нибудь подчеркну для себя полезное но у меня за четыре года практики впервые со мной такое случилось конечно неожиданно было но забавно с одной стороны с другой стороны я даже немного расстроилась так как были определенные обстоятельства я ее очень долго ждала ну в общем интересный там был случай но к сожалению я вам его показать не смогу так но этим временем пока тут болтала я уже подготовила ногти к покрытию уже выполнила маникюр и кстати на этой клиентке в чем была сложность самого выполнения маникюра она сама себе подстригает кутикулу ну то есть вы понимаете как она рассказывала там вечером села их подстригла себе любит она в общем кутикулу себе обрезать много ли у вас таких клиентов которые любят помочь мастеру скажем так в кавычках у меня таких клиентов немного слава богу попадаются скажем так но я стараюсь всех предупреждать что это усложняет работу мастеру и вот в данном случае было вместо птеригии как будто бы либо прошлый мастер сделал такие пропилы я так и не поняла что там было под кутикулой как будто бы птеригии но очень-очень жесткий это было больше похоже на кусочки ногтя которые находятся под кутикула и они еще не отросли будто бы там такие ужасные пропилы ждут в будущем клиента и вот чем чревато такое это то что вот сейчас уже маникюр делаю я а пропилы еще будут срастать от прошлого мастера то есть это были настолько глубокие пропилы видимо мастер пыталась там где-то под кутикулой что-то найти очень-очень глубоко что до сих пор эти вот пропилы они не появились либо же я не за либо клиентка что-то себе дома там подпиливала и она так навредила своим ногтям но в общем маникюр именно выполнить качественно у меня не получилось под кутикулой потому что там куча каких-то ошметков похожих на ногти очень жестких и фрезой это невозможно убрать ну в общем посмотрим при коррекции если клиентка вернется я обязательно обращу на внимание на то что там у нее отросло и как сейчас она все выглядит ну а пока остается только ждать укрепила ногти гелем и опиливаю я все чаще и чаще уже работаю в такой технике техника очень интересная и я не видела чтобы кто-то так работал то есть я сначала выкладываю материал на ноготь на который которому форму я не придавала я сначала выкладываю материал а потом только после просушки всех ногтей и укрепления я придаю ногтям форму и неважно ногти в хорошем состоянии требуют они ремонта или нет просто это для того чтобы сам кончик был четче и была определенная толщина которая не даст в будущем торцам скалываться либо же избежать от слоек на торцах так действительно можно и чем дольше я работаю в этой технике тем меньше от слоек на свободном крае я наблюдаю клиентов особенно эта техника актуальна на форме четкий квадрат когда там квадраты и они все время например у клиента скалывается вот такое укрепление с такой же схемой небольшая толщина откроется в торце и квадрат четкий будет оставаться действительно четким до коррекции но сегодня дизайна никакого особо не будет я просто покрываю ногти красный гид лак с блестками буду покрывать в один слой так как гид лак достаточно плотный за счет вот этих блесток которые есть его составе поэтому сразу же на первом слое подвожу гид лак под кутикулу кстати уже начинает холодать уже клиенты постепенно записываются перед новым годом и в ходу все чаще и у меня уже гид лаки с блестками кошачий глаз в этом году как-то особенно популярны блестки а у вас клиенты часто пользуются гид лаками с блестками либо кошачьим глазом у меня последнее время почти каждый клиент ищет на палитре блестки и кошачий глаз я думаю в этом году это особенно будет актуально уже нужно готовиться к новому году и закупать побольше блесток я так понимаю подвела гид лак под кутикулу и еще раз кистью из флакона подталкиваю гид лак кантику который я только что прорисовывала кистью все дизайн готово осталось покрыть ногти топом и собственно преображение наше готово я обязательно буду ждать в комментариях ваших реакций вот такое до у нас было и вот что получилось я жду ваших лайков если я было вам чем-то интересно и полезно подписывайтесь на мой канал всем пока